добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о второй половине периода успеха это время достаточно сложная мы все еще по инерции стараемся двигаться к успеху к цели уже понимая что он потерял свою привлекательность что цена может быть очень велика что разрыв между семьей и нашей карьерой или нашим бизнесом очень напрягает и ведет к разрыву но мы еще не можем остановиться между осознанием и реализацией достаточно большой период и первый шаг который мы делаем на пути к вну обретению вот внутреннего нашего духовного умиротворения или когда мы разворачиваемся в нужную сторону это шаг я бы назвал реализация внутренних убеждений мы вспоминаем о том что у нас есть убеждение и эти убеждения должны быть не просто найти задекларированы где-то записаны или где-то у нас хранится в голове но эти убеждения в обязательном порядке должны начать проявляться в жизни то есть мы понимаем что есть ценности мои личные ценности мои убеждения мои взгляды на мир которые я не могу больше приносить жертву успеху я не могу поступать нечестно я не могу поступать противозаконно быть хитрым добиваться чего-то за чужой счет и так далее мы робко начинаем применять убеждения заложенные в нас богом на протяжении формирования нашей личности и это трудный период потому что когда мы в первую половину периода успеха рвались к нему мы переступали через многие собственные убеждения и поэтому первое что приходит знаете это горечь от того что ты это делал и потом принимаемое решение больше так не поступать что мои убеждения это же и есть по сути я и я переступал не через то во что я верю через себя и ты принимаешь это решение это кардинально меняет жизнь но многие думают что убеждения могут сохраниться до на периода когда я добьюсь чего-то дойду до определенной стадии тогда я буду честным добрым порядочным но я хочу чтобы вы вернулись на одну каплю назад и задали себе вопрос сколько это когда это наступит момент когда ты добился того почему